Вчера, второе было сентября 2022 года, сегодня суббота, будет третий. Я впервые узнал, что у Володи с собой здесь есть лисы. Не знаю, где-то они были. Это Владимир Юрьевич Галендухин купил. Привез. Ручаться я не могу, но очень похоже, что правильно. Если тебя здесь мешает, вон туда. Не, не, здесь нет. Нормально. Вот внизу, внизу, внизу. Ну я неправильно сделал. И что у нас получилось? Я интересуюсь этим весом. Повторяю, если что-то такое, чтобы не упало, тем более наклонную пианино вот так вот положили, это тряпочка токодиона, она раскалывается. Значит так. Я вчера здесь разделся и Володя меня заснял. Так. Кошка черная, 3,5 килограмма. Черенькие у нас, которые есть. Дальше. Шарик, 8,5 килограмм. Клехолки, 32 сантиметра. Но сфотографировал, это очень породистая дворняжка, потому что у него пятна не как где попало, а синхронно везде, буквально до волосинки. Значит у меня что получается? Рост 1,68 м, а был 1,72 м. На 4 сантиметра я меньше стал. Я думал, вот перелор снова. А что там, я помню, в армии был. У меня с тех пор запомнилось. Ну 60 лет назад. А почему так много, 4? Очень просто. Человек уменьшается не за счет того, что где-то что-то у него голова меньше стало, а именно между позвонками. Прокладки, которые смягчают человека. Вот. У меня с ними непорядок был. Когда работали на стройке, иногда несешь, ну не ровно, а поверхности. Где-то холм, где-то дизина. И несешь огромную рельс, или там что-то бревно. И которые посередке-то идут люди-то, ну они лукавые. Я говорю, вот здесь присел. А на меня тоже две нагрузки идут. И межпозвонковые, которые в прокладке, они вылазят. Называется грыжа. С однойми ела операция. Там нервы все идут. Позвонок. Меня на коляске возили. Я не мог не подняться ничего. И помнишь, как было? Трудная операция, тяжелая. Довженко делала у меня это. Я говорю, а нельзя было снять? А чего ж не сказали? Мы сняли всю операцию. Он стал профессором. Замолый, а не далеко второй. И приезжал сюда с женой был. И после этого уже не раз встречались. Он профессором стал. Ну такое дело-то. И у меня одно вырезали, а другое, которое выперлось. Две грыжи все время у меня здесь. И где-то что-то сейчас я делал. Сколько меня? Года два. Больше трех-пяти килограмм везде было. А сейчас я два ведра в воду приношу и захрясну. То есть у меня метр шестьдесят восемь. Чтобы узнать рост человека, возьми сантиметры и отними сотню. Что остается? За это не перелазить. Но лучше еще, чтобы пять килограмм было вниз у тебя. То есть при росте метр шестьдесят восемь у меня шестьдесят три килограмма весу. Шестьдесят три. То есть у меня по самой низкой шкале. Ниже это уже, ну, надо вес нагорать будет. У меня как раз ноль. А почему у человека лишний вес который? Четыре причины. Первое. Самое прозаическое обжорство. Все уже вылезутся за столом, сидят, чапкают, чапкают, подают еще ему что-то. Ну, то есть у него никуда энергия не растращивается. Вот у нас здесь живут люди на перегоне, там, проула где-то. Все репьем зарастет, ни разу не пошевелят пальцем. Упало, отломило дерево, там и лежит. У меня это касалось. Я лопатой подрезаю репей, в одно место сношу и все время пот. Как батюшка говорит, утром как вспотел и больше не просох до вечера. У меня иногда так, я слышу, как пот течет сапоги. Ответ. Первое. Обжорство. Второе. Лень, матушка. Лищного движения человек не сделает. Если делает, то как попал, потихоньку. В храм пришел, плюхнулся, как будто у него сзади гиря висит. Шестнадцать килограмм, пудовая. Вот я гляжу на этих, которые излишний вес или обжорство. Не только излишний вес, а ожирение, вот как называют. В Америке шестьдесят с лишним процентов, у которых лишний вес. Я подтверждаю, это так. И у нас эти люди стоять не могут. Даже шофер ездит. Он что-то считает там. Только кончил считать, и скорее проходит через людей в ух сел. То есть, а вы бы согнали? Я знаю, как это делается. Вторая причина. Если он делает, делает медленно. Раньше при советской власти там было так. СНИП назывались эти небольшие книжечки. Какая работа? Сколько я должен сделать? И везде написано, какой разряд тебе будет дан. Землю копать. А земля бывает песок, а бывает глина тугая, а бывает с камнями. Это разные вещи-то. И вот норма стоит. Допустим, ты должен в день выкопать 3-4 кубометра. Какой земля? А вот песок там 6 кубометров. А вот больше этого. Больше не получится. Там ты упаришься на этом. Кидать как? Далеко или не далеко? Это все высчитывается. Мне Бог дал вот это. Я прорабом работал. Закрывал, когда знаю, сколько должен сделать. Хорошего качества. Не просто так, как попало. Плохой тебе разряд снижают. Я к тому говорю, что работать надо быстро. Итак, бегите, чтобы получить. Многие бегут на ресторище, Павел говорит. В поте лица будешь есть хлеб свой. Не за столом потеть только, когда все есть. А в поте лица труд. И третье. Много спанье. Днем приляжут. Пораньше ляжут, попозже встанут. Это не дело. И четвертое. Труднее всего это добиться. Безразличие. Где-то авария какая-то. А я воображение имею, как они там были. Вот ехали, и вдруг лопало колесо. И матушка ударилась и вылетела. И сразу смерть. И вылетела. На проезжей части оттуда гонит Татра такая там. 12 метров. И ребятишки остались живые. Ну, муж-то перетерпел там сколько. Молитесь, молитесь. Неделя прошла, помер. И переживания, и все. То есть вот. Где бы что ни было. В Америке нельзя было сильно это охвалить Японию. С ней война шла. Но одна учительница говорит, я детям сказала, когда сбросили атомные бомбы. Погибло сколько детей там было. Люди в больницах лежали. Один, который сидел там где-то, ну, как сказать, что-то там, ступеньки где-то. И только тень осталась. Одна тень. Какая температура была. Ну, почти, чуть не 200 тысяч сразу смахнуло. Я, говорит, детям говорила. И дети плакали. Нельзя было говорить, как жалеть врага. Это враг. Да враг. Но дети-то не понимают враг. Они понимают, ребенку плохо. Он был. Его нету. И она сегодня это все вспоминает. А другие нагнетали. А они такие враги отечеству там и прочее. Значит, первое. Обжорство. Лишние калории убрать. Мясо едят. Прорву. Особенно свинину, которую едят. И вот уже все. Ясно видно, что уже разбухало. Уже с двумя костылями ходит. Все равно себя. Со мной сидел Реткин Владимир Прокопьевич. Когда были мы там еще в камере. 112-й. Я говорил. Он обратился. Покаялся. Заплакал. Вместе стали молиться. Нас в глазок-то смотрят. Сразу сообщили. И нас обоих выдернули из этой хаты, называют это камеры. И бросили туда вниз. Ну, по-хорошему все бросили. Я говорю, что начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович не был дорог. Он все время вызывал. Беседовали. Нам хорошая была камера. Но зашли там сверчки эти поют. Тараканы бегают. И мы стали с ним. А он вот такой вот. У него живот. И он там какой-то зам директора был. Кажется имбийский. И вот оттуда его послали не один раз. Даже кому аппаратуру давать. А потом, когда разобрались за аппаратуру, деньги не получили где-то. Ну, на него все. Он боялся сказать. Я говорю. А кому ты возил-то? Начальнику КГБ. Как я скажу, так меня сразу задушат тут. Никто не задушит. Ты же верующий теперь. У тебя такая охрана. Ангелы вокруг стоят. Сейчас задавай в зал прокурора по надзору. Следователи. Перемени показания, где солгал. Отец Игнатий. Ты знаешь, как меня арестовали? Я говорю. Ну, вызвали. И сказали. Зайдите сюда. Жена в машине сидит. Я только зашел. Наручники или что там на руки. Все. А у меня там жена. Она не твоя уже. Сиди. Теперь допрашивают. Ему большой срок. Я говорю. Завтра или сегодня даже вызывай. И все говори как есть. И мы с ним двое сидели в камере. И у него такой живот. И он когда узнал, что есть задок. Где-то он выброс на пустую чашку. И которая дает. Там называется кормушка. Ну, вот такая вот примерно вот. И туда дают тебе посуду. Но ты не выйдешь. Она большая. Тут вылезет. Поменьше она вот такая. И он эту чашку, которую дают. Накладывают. Он ее раз. А стол. Прикованный стол. А там еще полка внизу. Он на полочку раз. Чашку. А пустую сядет, ест. Они смотрят. А он не ест. Он, когда отойдут они от окошечка. Он тогда в чашку туда, где в туалет уходит. Говорит, рыбки, ешьте. Господи, прости. Неделя идет. Вторая. Володя, ты хоть что-то поешь. Нет. У него так вот живот начало падать. А битвы еще нет. Полторы недели. И брюшина вся исчезла. Поэтому я видел на своих глазах прямо. Почему? Потому что мы рядом были с ним. Я каждый день видел и говорил. Ну хоть маленько поешь. Нет, отец. Я сражу этого мамону. Я покажу ему какое по животу. Попоем соседние там, которые камеры-то. Попойте еще. Ну какое-нибудь приветство. Ну. Мурлышин. Люди спрашивают. Меня увезли. Он остался. Так он переписывал у меня так. Производственная травма была. Вот где-то на руке от ручки мозоли вздулась. Я тоже никогда не видел. Переписывают и переписывают. И вот она. Я говорю еще раз. Первое. Лишние калории убрать. У нас-то еще нет. Вот такое. Арбуз да это. Второе. Работать. Руками. Работать умом. Работать безустрим. Ночью и днем. А там он что будет так. Будет пускай так. Нужно работать. Быть дружиновать. Это поэт Федоров Амуревский писал так. Вот. И третье. Это многосполье. Никогда днем не ложись. Если надо на табуретке. На стуле. Подушку подложи. А в стенку вот так вот вопрись. Ну не больше там 15 минут. Если ты спал совсем мало. Я мог говорить. У меня на суну ходило 20 минут в часа. Ты знаешь как я боролся со сном. Ты меня лежащего днем увидела хоть раз? Вот она. Посмотри. Покажи. Она за 60 лет почти лет меня не видела лежащего. А как? Ну. Я пишу сейчас. Песчату. Я не могу войти в свое. Что у меня уже 84 год идет. Песчата и заснул. И сколько раз. А клавиатуру-то. Нос разбивал. Недавно опять со стула упал. Почему не наклонился туда и заснул. Я чувствовал спать охота. Думаю буду сейчас отвечать. Начал печатать. Кубы. Лежу еще. Руку не сломал. Логу не сломал. Вот в чему. Это. Где много спалье. И быть. Значит вот. Не просто так вот. Христос умер. А ты представляешь Голгофа. И ты там стоишь. Там Матерь. Плащущая Мать его. Посмотри. Ученики. Которые сбежали. Сиан стоит рядом. Воины. Как издеваются. Ты картину. Воображение. Представь. И вместе со Христом. Сходи на Голгофу. Когда несут. Там оплевывают. Заставляют нести. Он не может. Почему у людей веры это нет? У него воображения нет. Вот это воображение. Первое качество лидера. У лидера должно быть воображение. Знание. Умение. Решительность. Беспощадность. И привлекательность. Шесть качеств. Я их подробно не раз объяснял. Итак. Что получается. У меня 63 килограмма веса. Это на 2 сентября 2022 года. Суббота. При росте метр шестьдесят восемь. Дальше. Вот Николай Кузьмич у нас. Кузьмин. Кузьмин. Николай. Георгиевич Кузьмин. 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 90 килограмм. Рост 174. Сегодня замерили мы его. Третьего числа. После. Вон до завтрака. А я после завтрака. После обеда вчера. Только обед поел. И встал. И вот такой вес. А так еще можно килограмм сбросить. Лишних шестнадцать. Или двадцать один килограмм. Шестнадцать непременно. А двадцать один желательно. Надежда Васильевна. Вот она. Сидеть. Вот. Что у нее? Нет. Семьдесят килограмм весу. Два раза перевешивали. Ты больше чем я на семь килограмм. И все время. И дальше. У тебя лишних шестнадцать. Непременно шестнадцать килограмм убрать. Желательно двадцать один. Владимир Александрович Пащенко. Вот. Сколько у него? Рост метр шестьдесят три. Семьдесят килограмм. Никогда не думал, что у него вес. Он все время работает. По тебе бедно старается. Где он столько мог? Семь. Двенадцать. Семь надо убрать. А двенадцать желательно. Еще раз переверил его. Я со всеми согласен, что здесь написано с ним. Не согласен. Это ошибка. Надежда Васильевич, что-то вы неправильно посчитали. Ну давай. Надежда. сто пятьдесят четыре. Рост семьдесят килограмм. Вот она шестнадцать килограмм. Я пятьдесят четыре была. Ну вот она. Семьдесят. Переправил. Семьдесят один было. Семьдесят два. На тряпки еще скинули. Семьдесят. Ну два раза вешали. Уже тут не надо. Два раза переправлена. Совершенно правильно. У тебя вот непонятно ни откуда. У тебя еще нигде не видно. Да есть. 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 В общем, я тебе дал. Смотри. Семь или двенадцать. Двенадцать это у меня. Если смотри. У меня получается, что у нас сто шестьдесят восемь. У меня должно быть. Так. Подожди-ка. Шестьдесят три килограмма у меня. Шестьдесят восемь. Вот сто шестьдесят восемь. Соки убираем. Шестьдесят восемь у меня может быть. Если отнять пять, это минимально. У меня как раз шестьдесят три. То есть по самой нулевой. У меня грамм в грамм идет. Если я ем, может быть, даже больше. Да я гляжу. У меня аппетит прекрасный. Почему? Я все время где-то сижу. Я переживаю где-то. Лично не сплю. Бегу. Могу, не могу. Ты по крыше ладжи. Ну, сейчас я полезу голубям опять. Вот. Еще кто приедет ночью, еще запишу сюда. Здесь нельзя. Там Библия. А я не видел это. Виноват. Слепошарный, как говорят. Так. Вот я сказал вам. Надо мерить себя и знать. У нас был здесь метр девяносто шесть, кажется. Да? Метр девяносто шесть. Если не ошибаюсь, с Константином звать. Тесто. С сынишкой был. С Максимом. Метр девяносто шесть. И у него должно быть. Ну, сто отнять, остается девяносто шесть. Он что-то говорил у него. У него не сколько лишнего нет. Меньше у него, меньше. У него еще меньше. Меньше. Еще меньше. Меньше как. Особенно человек, когда одна мускулатура у него, лишнего не надо. Ну, тем более, мы соблюдаем посты православные все. Ну, когда растительное масло нельзя, у нас уже он никогда не будет. Ну, вот такое. Поэтому никогда больше не говоришь, что у тебя лишнего нет. Лишнего у тебя, ээээээ, сколько? Так посмотрю. Надежда. Шестнадцать килограмм. Шестнадцать – это два метра носишь лишнего. Все. По славу Божию. Полез на верт. Туда-сюда. Сколько раз этот день бывает, только на голубя дне. Вот он едет, допустим, на машине. За ним на велосипеде. А велосипед отнимают очень много. Но самое главное, думаю, это участие. С кем я каждый день приходит. Вот к слову сказать. У нас тут была одна женщина, скажу тебе, из-за которой тут смута случилась. Михалюк, Марина. А до этого была Оля Матина здесь старшая. Когда она приехала, я сказал, старшая будет она. Я ее знаю, как она. Почему? Оля сказала, на кухне никто не должен, особенно дети, быть. Горящие, кипяток. Ну, как в лагере было. Даже на порог, чтобы ноги не ставили на кухню. И она тут пришла и в один день там все сделала. Которые были, стали там заходить, что-то берут, едят. И она сказала, выйдите отсюда, больше не заходите. Вы не работали сегодня за стол, садитесь есть. Это по мне. Как вы все поднялись? Ты мне письменное написала. Ну, у меня целое письмо. Что она пришла? Какое имеет право? Она мной поставлена, она имеет полное право. Она вас оттуда выгнала. И которая оказалась, ну, тут была Наталья одна, как это, фамилия такая. Она тут начала буйствовать. Вчера прислала письмо. Мне надо было жестче еще жать. Я теперь только себя увидела. Вот сколько прошло. Больше месяца прошло, она сейчас пишет. Это не все. Мне вчера сообщили печальную новость, что это Галина, которая была против. Ей 50 с лишним лет. Она красится. Но это не все еще, не беда красится. Она говорит, на следующий год я поеду туда, потеряю. Я рассчитаюсь с этой Мариной, которая выгнала. То есть она живет в непрощении. И прощать не в чем. Она выполнила то, что положено. Сегодня я дам знать, чтобы ее предупредили без моего разрешения больше не приезжать. Это не годится. И ходит на работу, вези без платка. Зачем ее крестили? Ну, далеко ехала. Тут мы такое снисхождение делаем. Тем более, обстановка такая, что каждый день может быть последним. Ну, вот такое дело. И ты сразу... А, какое она имеет право Мариной распоряжаться? Говорила? У меня письмо могу принести. Батюшка просчитал. Это какая причина-то? Я говорю, Марина, выгнула с кухни лишней. За чем ты вмешалась? Ты заходишь, когда тебе это разрешается. Она... Она... Эту... Ну, покажи еще, еще раз. Она оттолкнула... Ну, раз она не выходит, она оттолкнула. Ну, ладно тебе, упала. А никто не говорит, что упала. Я верить не могу. Это... Так толкнула, что упала. Она сказала. А теперь уже добавляют. А ну-ка, да... Да я здесь сидела и видела, как она ее оттолкнула. Ну, даже если ты видела, тебя как это касается? Зачем тебе такие глаза делать злые? А что она... Вот все, пожалуйста. Сейчас попробуй молчать. Хоть один раз-то рукой махну. Я 50 лет тебе говорю, вот такой взмах рукой не делай. Бесполезно. Сегодня выставили материал Иоанна Златоуста. Как женщина должна себя вести? Опять, сама рука поднимается. Так. Это лукавый вас мучает. Женская природа, насколько она легко побываемая дьяволом. И она везде. Даже божественная. Даже дорогой не спрашивай, чтобы я никто голос не слышал. И думал своих мужей. И он Златоуст подробно это описывает. Почему? Так легко дьяволом уловляемая эта порода женская. И вы это не понимаете. Вот в которой есть люди. Все замолкнут, больше не скажут. Женская обязательно где-то будет давать. Сели за стол ни слова. Причины находят. Все время слышат. Я не знаю, что наслышал. Звук раздается. Послушания-то нету. Разводов-то сколько сегодня? 84,6 процента. В первые 4 года после свадьбы. И сегодня понимают, как главная эта причина не в мужчинах. И ей дети, ей присваиваются при разводе, а не мужику. Кого она воспитает-то? Один говорит, я вырос, я был уже большой 4 года. И к ней мамы придут подруги. Она меня, говорит, разденет, на стол поставит. И все его со всех сторон осматривают. Какой из него мужик получится? У них ничего больше нет. Только одно против мужа. Погубить его. Ева добилась этого. Из-за Адама в грех умерло больше 100 миллиардов уже. Я попутно это все говорю. Я то, другое. Не надо то, другое. Сказали же, надо учиться в молчании. Учить жене не позволяет, не властвует над мужем. Но быть в безмолвии. Безмолвие. Попробуй на себе проживи день один, с утра до вечера. Потом на неделю забахнись. Потом на месяц. Время-то нет. В 85 лет и все кончилось. Так, ухожу. Надо. Спаси Христос. Спаси Христос.